Лифты давно используемые средства подъема в многоэтажных жилых домах. Для Уральска в последние несколько лет стали не настоящей проблемой. Срок эксплуатации старых лифтов уже истек, а установка одного нового стоит сегодня несколько миллионов тенге. Эти деньги не под силу выплатить многим жильцам домов. Особенно остро эту проблему ощущают пенсионеры. В свои 89 лет Иван Кузьмич с трудом передвигается по квартире, не говоря уже о том, чтобы с девятого этажа спуститься на улицу. По словам жильцов, лифт в доме по адресу Жукова 15-1 не работает уже около 10 лет. Ветеран рассказывает, что пока позволяло здоровье, по этому поводу он неоднократно обращался в соответствующие инстанции. Был на приеме в Акимате. На одном из собраний жильцам этого дома сообщили не совсем радостную новость. Новый лифт им обойдется в 6 миллионов тенге. Записали на прием, как в Акимат. Пришли мы на прием. Я это рассказал, этот начальник. О, все сделаем, говорит. Сделайте первый подъезд, участник войны, на девятом. Сделаем, сделаем. Он вместо первого сделал второй. Жительница дома Лариса Берлянт рассказывает, что со сбором средств на новый лифт у них проблемы. Большинство жильцов дома – пенсионеры. Старики, конечно, где-то уже под 80 лет совершенно не могут спускаться вниз. И очень много в подъезде пожилых людей. Было несколько собраний, приходили из города представители. Сейчас вновь организованы организации по лифтам. В общем, сказали, что существует программа кредитования, восстановления лифтов. Но у нас, так как много стариков, мы не можем оплатить. Если даже сделают скидку, все равно человеку 90 лет. Ну, о каких скидках он даже вообще понятия не имеет, что такой кредит, он его не собирается вообще и брать, этот кредит. В ЖКХ нам рассказали о том, что некоторым своем населении предусмотрены скидки. Они действуют лишь в том случае, если нет возможности покрыть коммунальные расходы. В этом случае оказывается частичная, так называемая, жилищная помощь. Именно по ЖУП-15, 15-1, пассажирский лифт был остановлен, так как лифт срока эксплуатации стекших жильцам было предложено о замене данного лифта на новый по программе модернизации ЖКХ. По данной программе, как ветеранам, пенсионерам предусмотрена жилищная помощь. То есть, если у них пенсия небольшая, там расходы не покрывают, если коммунальные расходы не покрываются, за чего вы считаете, из государства выплачивается жилищная помощь именно на погашение данного расхода. Таковы сегодня обстоятельства. Устанавливать лифты стоимостью в 6 миллионов тенге жильцы должны за свой счет. Но даже при кредитной системе погашения стоимости лифта далеко не все жильцы могут себе позволить ежемесячно в течение 10-15 лет отдавать приличную сумму денег из своей зарплаты. Самое обидное положение для ветеранов Великой Отечественной войны, которые, когда-то рискуя своей жизнью, сражались за Родину, участвовали в самых масштабных боях. И сейчас они вынуждены проводить остаток своей жизни в таких условиях. Марина Горбок, Дорин Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42.